здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий вопрос стесняюсь помогать людям как быть всем ли мы должны помогать но раз вопрос пришел на портал библейский то постараемся ответить по библии и так евангелие от луки 6 глава говорит всякому просящему тебя давай и от взявшего твое не требую назад и как хотите чтобы с вами поступали люди так и вы поступайте с ними ангелия от матфея говорит возлюби ближнего твоего как самого себя в том же в ангеле написано блажены милостивые ибо они помилований будут в апостольских посланиях говорится не себе только каждый заботься но каждый и о других и апостол иоанн пишет а кто имеет достаток в мире но виде брата своего в нужде затворяет от него сердце свое как пребывает в том любовь божия если подвести под общий знаменатель все эти евангельские цитаты то нам покажется что деньги надо давать каждому человеку кто у тебя их кто бы у тебя их не попросил ну и чем это окончится окончить наверное тем что у нас не будет ничего и нечего будет давать и вся наша помощь будет единократной потому что раз нельзя обратно деньги просить то что же делать все все а а ведь найдутся такие люди которые будут знать ага слушай вот этот товарищ он все раздает зубами скрижащит в лаптях ходит на телеге ездит в телегу жена запряжена но все раздает будут просто нечистые на руку люди которые будут пользоваться твоим благоговейным отношению к тексту священного писания но опять же мы тут повыдергивали цитат которые вроде бы подтверждают необходимость раздавать все 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 ну слушайте а как же притча рассудительности кто же немало священном писании неблагонадежно ли царство божиего тот кто начинает строить дом и не достраивает тот кто идет войной на неприятеля своего не рассчитав войска погибает и проигрывает войну а еще давайте вспомним равнеапостольский древнехристианский литературный памятник дедахе не говорится о том что милостыня должна запотеть в руках твоих пока ты ее кому-то одашь уж насколько здесь ясно и понятно написано о том что с рассудительностью необходимо давать деньги не раскидываться ими а как же еще заповеди о необходимости содержать семью в конечном итоге ведь если ты взял на себя ответственность создать семью ты несешь ответственность за жену за детей за то как они будут жить есть некоторые приоритеты в твоей жизни и как же нам поступить давайте сейчас попытаемся рассмотреть несколько ситуаций допустим твой друг или приятель или друг друга или приятель приятеля хочет начать какой-нибудь стартап открыть бизнес в банке ему деньги отдалживают процентов под 40 или по 30 в результате все равно тогда 60 а если походить по друзьям и попросить одолжить там процентов там по 10 по 15 по 20 ну это будет хороший большой гешефт вот и ходят и спрашивают там чуток там чуток здесь чуток с надеждой на то что деньги окупятся может быть даже историцей и ты отдашь долг не с 30 или 50 50 процентной накруткой а с небольшой 10 15 ну 20 или вообще просто тело долга вот тебе кто-то хороший христианин одолжил беспроцентно так вот такой долг можно давать ну в принципе можно а проценты ты имеешь право брать ведь нельзя же вроде бы заниматься забирать долг вообще нельзя забирать а еще с процентами так тем более ну в Евангелии о чем говорится Евангелие говорится о том что если нуждающийся человек просит у тебя деньги на еду на оплату коммунальных услуг на ремонт автомобиля без которого он просто не может прожить с тремя детьми или пятью или даже одним живя там за пределами больших городов то вот одолжи деньги беспроцентно конечно то есть не наживайся на чужом горе на том что человеку деньги нужно срочно позарез прямо сейчас ну не знаю где их взять ну я тебе дам ну конечно да ну а дай там еще с тридцати процентной накруткой вот так нельзя вот именно против этого господь а если человек твои деньги прокрутит там за этот год один раз второй третий пятый десятый заработать на них немало а даст тебе через несколько лет или через год столько же сколько одолжил без учета инфляции ведь любая валюта зарубежная и отечественная она падает в цене в течение года то что если ты сейчас мог купить за пятьсот тысяч какой-то плохенький автомобильчик то через два года ты в лучшем случае купишь велосипед а тебе вот держи вот тебе твое поэтому вот как не брать с процентами тем более если человек не нуждался а просто хотел приумножить свои деньги за твой счет вот тут имеешь полное право и с процентами одолжить и требовать обратно неоднократно а то спрашивают вот я раз напомнил не отдает что теперь больше не напоминать поэтому ситуации разные друзья мои бывают конечно бывают и бизнесмены банкротятся он твой деньги вложил в какую-нибудь там криптовалюту в инвестиции оно ба-бах и минус 60 процентов за один день или хоп и запретил Центробанк хождение криптовалюты на нашем рынке и ты и не знаешь где деньги брать и конечно будешь просить чтобы тебе или простили или отстрочку сделали ну здесь конечно уже придется размахнуть руками развести руками сказать ну ладно как будет так уже и отдай вот допустим такая гипотетическая ситуация но если человек вернемся к вопросу милостыни милосердия просит деньги под храмом или около монастыря надо ли каждому давать знаете в некоторых монастырях на воротах висят большие заламинированные объявления в которых написано что некоторым социальным группам деньги давать нельзя можете догадаться каким ну а можете не догадываться просто принять ко вниманию есть профессионалы и в интернете их огромное количество это мошенники они на вашей доброте на вашей доверчивости зарабатывают огромные деньги но до сих пор такие профессионалы уровня поменьше и попроще у которых труба понижена и пожиже все равно околачиваются вокруг храмов в местах скопления людей и на этом просто зарабатывают надо подумать стоит ли им давать понятное дело речь идет когда речь идет о милостыне речь идет о крупных суммах потому что когда мы кому-нибудь десять и двадцать рублей дадим это даже не милостыня ну это так ну на держи если еще там сто человек тебе по десять рублей дадут уже какая-нибудь сумма будет ну правда где найти эти сто человек милостынь это когда ты думаешь так я бы мог бы себе что-то хорошее купить но я отдам погорельцам или на лечение ребенка или взрослого человека или даже на ремонт автомобиля для монастыря который находится в глухой глуши и теперь без автомобиля разбившегося в январской аварии прожить просто не может надо хорошенько раздумывать поэтому думать по этому вопросу так что мы должны быть щедрыми милосердными добродетельными и самое главное рассудительными фразой о том что милостыня должна запотеть в руке своей не надо оправдывать серебролюбие жадность алчность и другие пороки которые можно хорошо спрятать благодаря вот этой фразе поэтому держите царского пути помогайте тем фондом нуждающимся храмом так как у вас получается отдавая деньги друзьям или родственникам помните что если хочешь потерять друга одолжи ему денег и лучше сразу внутренне с ними расстаться практически во всех случаях за редчайшим исключением те кто деньги у нас одалживают их не отдают совершенно ред в редчайшем случае поэтому лучше сразу с ними распрощаться внутренне и как многие мои прихожане говорили кто столкнулся с подобным только тогда ты в ярость не приходишь когда отдаешь деньги в долг и забываешь про них навсегда и для тебя отдача этих средств прям чудом каким-то является ух ты не ждал еще и отдал вот это да неожиданно спасибо вот если ожидать что даст то вы посидеете за эти годы или месяцы или дни так что еще раз повторюсь будьте аккуратны не будьте жадными не будьте алчными не будьте транжирами не думайте что если все сейчас раздадите то господь обязательно вам вернет вернет а может не вернет если ты специально помогал для того чтобы увеличить свой доход то это так не работает бога нельзя его же заповедями к стенке прижать и сказать вот и обещал что рука дающего не скудеет так вот отдал все а рука скудевает что происходит аккуратнее быть будьте не пытайтесь манипулировать богом его же собственными заповедями будьте благополучны будьте состоятельны течет богатство не прилепляйте сердца помогайте от избытков своих всем тем кто нуждается вашей помощи а таких людей очень очень много а нету денег помоги делом не можешь помочь делом помолись за человека а не можешь помолиться имей просто добрый помысл о нем чтобы господь послал ему и исцеление и благодетелей и чтобы всех было все хорошо и все в жизни и в будущем внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео подпишись и подпишись и подпишись